Всем здарова ребят! Блин, ну как я запарился качать этот гарнизон, вы даже себя не представляете. Это просто полный трэш. Я как обычно завтыкал. Нам надо будет прокачать линейки героев, чтобы качнуть гарнизон на максималку на 13 скилл. Для этого нужна судьба. Тут даже вопрос не в ресурсах, вопрос во времени. Для того, чтобы качнуть судьбу, по сути так, чтобы вы понимали, надо прокачать всех вот этих героев на максималку, но сделать эволюцию, сделать прокачки. Потому что у меня здесь герои некоторые не то что не докачаны, они даже не вкачивались еще. То есть, как видите, по судьбе они даже не распечатаны. Сделать агментации. Короче, тут трэшечка, поэтому пока предварительно мы качаем им... Я не знаю, сколько это времени. Это, считайте, прокачка фулл ака с нуля до максималки. Я вот только заканчиваю качать им 200 лвла. Это вообще не проблема. Прокачать там 200 лвл и просвет, ну там, дело 5 минут. А вот прокачать, сделать эволюцию, агментацию всем героям, вот это самый головняк, самый гемрой. Потому что надо перекачать, считайте, фулловый сколько у нас там, 91 герой. Вот это надо 91 герой перекачать. Ну плюс-минус там, конечно, можно меньше. Для того, чтобы получить бонусы с судьбы. Это просто жесть. Я вот сижу, просветы качаю и охреневаем. Ну, все равно, рано или поздно, думаю, мы это сделаем. Сегодня у нас будет такой видосик. Мы пораставляем таланты. Сделаем максимум, который можем по гардезону. То есть, 9 таланты прокачаем. Выберем таланты, какие ставить. Потом мы их подкорректируем попозже с вами. Когда уже будем тестировать. В общем, полная жесть. Ну а 11, 12, 13 скилл. Как видите, надо прокачать не остальных героев. Хотя бы вторую эволюцию поделать. Это тоже надо время. Я думал, это все будет немножко быстрее. Можно это, конечно, сделать на английском сервере. Здесь на... Хотя, в принципе, это можно сделать и на русском сервере. Можно и на английском сервере сделать. Какая разница, в принципе. Может, кстати, как вариант, как вариант, ребят, можем вернуться. Но там, правда, все пройдено уже. Здесь ничего не пройдено. Здесь интересно будет потрашивать. Просто больше времени надо будет. Как вариант, сделать такой трэш на русском сервере. Там у меня герои, в принципе, большинство доведены. Там будет тоже сложно. Хотя, там, с другой стороны, таланты надо будет посмотреть. Ну, как вариант, может, мы и туда метнемся. Ради такого трэшечка. Там, в принципе, я все равно за силой не гонюсь уже. А, мы там не сделаем это. Там вопросы с книгами. Там книг нам не хватит. Короче, везде, везде, ребят, за пару. Лучше, короче, на малийском сервере качать. Так, сукки, что у нас? Все, все. Все 200 лавала. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь и восемь. Так. Докачиваем. Таланты на максималку. И будем сейчас разбираться, что ставить. Такс. Все, все десятки. Сила, как видите, уже за 200 перескочила. А я качал. Еще нам надо просветы прокачать. Короче, это дело не одного дня, это дело недели, а то и более. Потому что качнуть так просто аккаунт. Даже если есть ресурсы, вы по времени просто запаритесь его качать, честно скажу. Такс, окей. Поехали. Начнем расставлять талантики. Начнем с палача. 400 дамага целей и наносит, ну, вводит в кому на 4 секунды кулдауна. Нет. На таких героев реально лучше всего, я не знаю, сейчас мы коробки. На таких героев, так, лучше всего ставить либо в одушку, либо исцеление. Одно из двух. Конечно же, мы сейчас ролить вот эту всю дичь не будем, потому что мы запаримся, честно говоря. Ролить эти таланты, они падают реально очень плохо. Сейчас посмотрим, что у меня есть эмблемами, что у меня есть талантами. Давайте побежали. Эмблемки посмотрим. Короче, это будет реально трэш, пока мы его докачаем, но думаю, от этого стоит. Так, исцеление у нас не ахти. Давайте так, семерки. Три ладушки, одно исцеление. Восьмерки. Три ладушки, исцелений нет. И девятки, пять ладушек есть. Ну, в общем, будем качать исцеление талантом. Почему исцеление, сейчас вам тоже объясню. Так, о, отлично. Ладушка у нас одна. Как раз звезды сложились, поехали. Почему я не качаю этого героя на урон? Потому что, в принципе, мне самое главное, чтобы он все время включался. То есть, так как у него нету, как видите, кулдауна, то есть, исцеление, там, либо ладушка, плюс железная воля, и все. И он будет все время у вас заряжаться, заряжаться, заряжаться. Конечно, в данном случае нам надо будет чем-то его заряжать. Потому что, либо разгон будет, и он будет все время оттачить. Но это мы уже по локациям посмотрим. Поехали. Ну, думаю, будет весело. Так, есть. Первая девятка. Есть. Поехали дальше. Дальше у нас Ассасин. Она носит в домах цели с наименьшей жизнью. Ну, тут, в принципе, как вариант 540 урона. Статки, конечно, у них, как видите, маленькие. Поэтому тут особо дамага не будет. Это чисто так. Она будет все время заряжаться. Ну, для того, чтобы повысить, давайте сюда закинем девятый пакт. Пакты, я надеюсь, у меня есть. Есть, отлично. Потом мы будем где-то с вами что-то менять. Посмотрим. Делаем здесь пакт для максимального дамага. Мало ли, где-то нас это спасет. Такс. Поехали дальше. Кто у нас следующий? Хороший музончик. Так, 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 так. Повышает атаку на 190 на 7 секунд. Вольф. Ну, сюда, я думаю, 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 сюда лучше, наверное, поставить тоже кулдауна. В принципе, нет. То есть, он все время будет у вас накатывать. Давайте поставим исцеление пока. Тестируем, посмотрим. Потом мы будем делать тесты с вами. Потом я буду менять некоторые таланты. Короче, вы пишите, что вы хотите видеть на героях. Так. Поехали дальше. У нас сейчас многие места линии улетит. Циклоп. Циклоп. 310. 7 героя. В принципе, можно поставить эмблеме в одушку. Он массовый. Давайте ему, давайте тогда кому-то другому исцеление поставим. Видите, они все бьют. Вот эти массово. Этот понижает атаку. Вот давайте сюда. В принципе. Понижает атаку на 8, чтобы быстрый заряжался. Пока, в принципе, его трогать не будем. 20% стан. Видите, а вот здесь есть кулдаун. Здесь есть кулдаун. Сюда однозначно мы ставим исцеление плюс в одушку. Будет почему, я вам покажу. Это просто бешеный герой. Мог бы десятку и десятку прокачал. Так. Дальше давайте пакты пооткрываем. Для тех, кто реально будет дамажить у нас. Сюда мы пакт влепим. Вы можете писать в комментах по поводу каждого героя, что вы хотите на нем увидеть. До этого мы скоро дойдем. Я думаю, мы сделаем тест десяток, чтобы увидеть разницу. Тест десяток, а потом уже тринадцатых. Потому что все равно тринадцатый мы не скоро прокачаем. Так, есть. Сколько мы ресурсов тратим? Ну, в принципе, на английском сервере это не есть проблема. Так, поехали. Еще один пактик. Сольем. Так, сюда мы тоже поставим пакт. Так как он бьет по зоне. Там, где кулдаун, там, в принципе, бессмысленно ставить то же самое исцеление. Так, пакт. Тритон. Тут однозначно, вот, посмотрите, наносит сто процентов от атаки. Максимум сто героев. В общем, здесь ставим пакт. Я уже такого тритона делал на максималке. Еще раз сделаю. Покажу его вам уже с тринадцатым скиллом. Так, есть. Так, огненки у меня есть. Я хочу на некоторых еще и огненку поставить. Так, давайте отсюда. Бочка. Ну, бочку мы потестируем попозже. Наносит урон одной цели 580. В принципе, урон довольно-таки неплохой. Поэтому мы поставим сюда вот так вот. Он бьет по одной цели. О, у нас закончились. Это не беда. Докупим немножко. Так. Десятка. Рано еще. Тут десятки пока рановато. Наносит 350 урона целей. И кома на 3 секунды. В принципе, тут можно попробовать. Так, оживо. Ну, оживо. Это не то. Чего я сюда вообще полез? Железка. Железка. Железка тоже классная вещь, но у нас тут. Это рандомно будет. По трем целям. И железка нужна, в принципе. Давайте сюда пока временно поставим. Я, кстати, так и не посмотрел, чем у меня по железной. Восьмерка пятерки. В принципе, нам и пятерок хватит. Нам, кстати, надо еще магию прокачать. Я тут себе сижу, развлекаюсь. Нам надо будет магию прокачать. Почему? Тоже скоро расскажу. Потому что без магии они, по сути, ничего на подземках не смогут сделать. Такс, окей. Поехали дальше. Нам надо еще пакты. Мы будем делать с некоторых мегадамагеров. Поэтому пока пакты. Так. Тут у нас однозначно будет пакт. Как герой бьет массово. Будет очень полезно для нас. Такс. Поехали. Хоть немножко разгрузим наш алтарь. Однозначно тоже пакт. Параллельно еще качать. Просветаем сразу же. Тут в домах 310. Всем в зоне. Поэтому однозначно инженера. Тоже качаем с пактом. Так. Есть. У нас еще немного их осталось. Пакт. Так. Морозница. 350 атаки цели. И понижает скорость атаки, скорость передвижения на 29 на 6 секунд. Здесь мы пакт ставить не будем. Здесь будем ставить. Так. Тут тоже по цели. бочка наша. Так. Исцеление нам надо. Хочу вот некоторые на дав поделать. Где которых некоторых. Поставим сюда пока пакт. Так. Поехали. Исцеление достаем. Я хочу дав сделать максимальный. Попробовать некоторые. Так. Тут мы пока трогать ничего не будем. Это как дебайфер. Для быстрого набора энергии. Тут тоже в принципе быстрый набор. Урона не так уж и много. Но вот кома это именно. Но попробуем. Некоторых дебайферов сделать хороших. Так. У нас осталась бочка. И этот. Но мы поставим. Пока временно 2. СО. Чтобы их. Не убивали так быстро. Потом мы поменяем это тоже. Ангела я пока трогать. Не буду. Вот так вот ребятушки. Что в итоге мы имеем. Так. Давайте даже не так. Сейчас мы зайдем. Экспедицию. Здесь тоже в принципе не видно. Это надо на этот. Это надо идти на арену. В общем мы имеем вот такие вот прокачки. На наших героях. 17 вроде. Вроде все. Вот такие вот прокачки на гарнизоне. Пишите в комментах. Кого вы хотите увидеть. С какой еще прокачкой. Что не поменять. Ну и ждите уже первых тестов. Думаю скоро. Мы начнем трешевать. Докачаю еще просветики. И начнем треш. В общем вот так вот. Потом мы затестим их на максималке. С 13. И посмотрим разницу. Пишите комменты. Ставьте лайки. Ждите новых видео. Всем удачи. Всем пока.